Музыка Выбравшиеся в полуторамесячную поездку путешественники за первые сутки в дороге, преодолев шесть границ, добрались из Калининграда до Пскова. По сравнению с первой, проведенной в автобусе, во вторую ночь путешествия мы отлично выспались, при том, что остановились в самом дешевом гостевом доме, который удалось найти среди множества предложений на сайте booking.com. Бело-зеленая казенная раскраска стен смотрелась, конечно, немного своеобразно, но в остальном здесь оказалось все необходимое. Мы отправились в сторону центра города, до которого всего минут 15 езды. Общественный транспорт в Пскове представлен только автобусами, которые ходят по 21 маршруту. Кстати, достаточно регулярно и допоздна. Раньше в городе были трамваи, но после Великой Отечественной войны пути не восстанавливали. Мы доехали до детского парка, в котором работают аттракционы. В глубине парка, на небольшой горке, расположена Васильевская церковь, построенная в начале 15 века вместо стоявшего здесь же ранее деревянного храма. Неподалеку, к тысячестолетнему юбилею Пскова, был установлен памятник княгине Ольге, изображенной вместе со внуком князем Владимиром. Установить памятник своей землячке, 15 лет правившей древнерусским государством в X веке, жители города хотели еще в 1914 году. Но из-за череды известных исторических событий сделать это получилось лишь спустя 89 лет. Октябрьская площадь появилась в городе только после 1945 года. Раньше на ее месте пересекались три улицы, застраивавшиеся в начале прошлого века большими каменными домами. Но после бомбежек они оказались практически полностью разрушены. Псков очень сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, пережив три года оккупации. Полностью уничтоженными оказались более третий зданий. Псковский Кремль именуют Кром. Так в старину называли нечто особенно защищенное – и надежный сундук, и неприступную крепость. Современные слова, такие как «закрома», «укромный» имеют именно этот древнерусский корень. Первое упоминание о существовании в Пскове крепости относится к 1065 году. Но археологические данные говорят о том, что как минимум в IX веке территория Кремля была обнесена деревянными стенами, установленными на глиняных валах. Примерно так же, как и с возрастом самого Пскова, впервые появившегося в летописях в 1903 году, но явно являющегося заметно более древним поселением. Псковский Кром заметно отличается от Кремлей в других российских городах, в архитектуре которых заметно влияние европейских тенденций фортификационного искусства. Псковичи отличались самобытностью и своенравностью, старались жить обособленно, несмотря на то, что их город располагался на торговом пути из варяг в греки и регулярно посещался иностранными купцами. Современный облик Крома складывался в XIV-XV веках. Тогда крепость регулярно отражала атаки со стороны Ливонии и Великого княжества Литовского. Во многом, именно благодаря активному использованию укреплений по прямому, оборонному назначению, они практически лишены декоративных украшений. Зато большинство элементов максимально функционально с точки зрения военного дела, разумеется, того времени. В центре Крома стоит Свято-Троицкий собор, его четвертый по счету здание. Первый храм, построенный в X веке, был деревянным. По преданию, место для него выбирала княгиня Ольга, принявшая крещение и посетившая Псков между 957 и 99 годами. Чуть меньше, чем через 200 лет, храм сгорел в результате пожара. Сразу же началось возведение нового каменного собора, который простоял 200 лет до обрушения сводов. Следующее здание вновь сильно пострадало от пожара в начале 17 века. И в 1682 году началось строительство храма, который можно увидеть и сейчас. В недалеком прошлом на территории Кремля располагалось несколько жилых домов. Но в 1971 году они вместе с хозяйственными постройками были снесены. И сейчас на просторной лужайке можно устраивать, к примеру, фотосессию на фоне крепостных стен. Ну а желающие почувствовать себя средневековыми воинами или охотниками вполне могут сделать это в лучном тире. В 1972 году, в честь 730-го юбилея Победы на Чудском озере, на стене Крома была установлена композиция, состоящая из щита, на котором изображен герб Пскова, барс и меча князя Давмонта, прославлившегося в той битве. Кстати, оригинал, принадлежавшего богатырю уникального оружия XIII века, сохранился и находится сейчас в музее. В 1787 году Псковский Кром исключили из числа действующих крепостей. Стены и башни начали разрушаться. Какие-то просто от старости, другие целенаправленно разбирали. Так что многое, что в нем есть сейчас, это результат кропотливых реставрационных работ. В том числе и Власевская башня, разрушенная во время Великой Отечественной войны и отстроенная заново. В ней сейчас расположена смотровая площадка, с которой виден весь центр города. Первые проекты реставрации крепости появились в середине XIX века. Правда, по ним восстановленный Кремль должен был иметь минимальное сходство с первоначальным видом. Одну из идей даже реализовали, в результате чего круглая смертья башня была разрушена, и на ее месте появилась восьмиугольная. Но настоящий проект реставрации, основанный на научном подходе, исторических и археологических данных, разработали в 50-х годах прошлого века, когда было принято решение восстановить древние Кремли Новгорода и Пскова. Вскоре начались работы, которые продолжались до 70-х годов. Кремль стоит на достаточно узком мысе между реками Великая и Пскова. Многие древние поселения основывались в подобных местах, так как водные преграды служили тогда надежной защитой от нападения неприятеля. По данным археологов, первые поселения появились в этих местах два тысячелетия назад. При этом ни о какой преемственности их и впоследствии Пскова речи не идет. Люди обосновывались здесь, какое-то время жили, потом уходили. Места вновь становились незаселенными. Затем приходили представители других племен, и так несколько раз. Постоянные жители появились примерно в IX веке. Тогда же вокруг поселения были выстроены первые деревянные укрепления. Согласно летописи, активно развиваться как город Псков начал в середине X века, по указанию княгини Ольги, которая сама была родом из этих мест. Он находился в составе Киевской Руси, признавая верховенство князя, и входил в новгородскую землю, будучи в видении новгородских князя и архиепископа, но настойчиво двигался в сторону самостоятельности. В середине XIII века Псков стал фактически независимым от Новгорода, а спустя столетия и формально отделился от него. Но тесные связи между городами сохранялись, в том числе и в военных вопросах. В 1510 году Псков вошел в состав Великого княжества Московского. Псков наравне с Новгородом, Муромом и Ростовом Великим входит в список древнейших городов России. Мне доводилось побывать в каждом из них еще в студенчестве, когда я только начинал путешествовать. В Муром мы поехали из Москвы на электричках летом 2004 года с подругой Зоей. Я тогда заканчивал пятый курс. Маршрут несложный. На первой электричке мы доехали до станции Черусти. Это восточная граница Московской области. На следующей – до Вековки, откуда уже есть прямые маршруты до Мурома. В него ехали мы на редком поезде, составленном из грузовых электровозов и вагонов электрички. Кстати, на станции довелось наблюдать еще два железнодорожных раритета. Последний тепловоз ТЭП-10 и электричку 1962 года постройки, которые перестали использоваться спустя один-два года. В городе мы познакомились с его архитектурой, увидели Илью Муромца, богатыря, одного из главных героев древнерусского былинного эпоса. Ну и пни, которые он, согласно преданию, корчевал голыми руками после того, как получил богатырскую силу. Мы продолжили знакомиться с городом, гуляя по Завсковью, району, расположенному на противоположном относительно Крома берегу Псковы. В XVI веке он назывался Немецким берегом, так как здесь находился немецкий двор, в котором проживали заграничные купцы. Немцами в те времена называли всех иностранцев, так как они были немыми, не умели говорить по-русски. Здесь сохранилось много старинных церквей. Псковские храмы заметно отличаются архитектурой от церквей большинства других регионов России. Прежде всего, отсутствием колоколин, вместо которых строились невысокие звонницы. Любители водных мотоциклов катались по Пскове и развлекали стоящих на берегу немногочисленных туристов, стараясь их оббрызгать и явно получая удовольствие от обращенного на себя внимания. Когда-то река имела важное стратегическое значение и, как и город, была защищена. В середине XVI века устья загородили деревянными решетками для того, чтобы в случае нападения или осады в него из реки Великая не могли зайти вражеские корабли. Псков в те времена вообще был одним из самых защищенных городов Европы. Имел пять поясов каменных укреплений общей протяженностью 9 километров с 40 башнями и 14 воротами. За свою историю Псковский Кремль выдержал 26 осад. В начале XVIII века город утратил военное значение. По итогам Северной войны границы России расширились на северо-запад. Потерял Псков и привлекательность как центр торговли. Заметно более удобными для этих целей оказались стоящие на берегу Балтики Санкт-Петербург, Рига и Ревель, как раньше назывался Таллин. Новый этап развития города начался в середине XIX века. В 1859 году была построена железная дорога из Санкт-Петербурга. Спустя три года движение осуществлялось уже до Варшавы. После крестьянской реформы 1961 года оживилась экономика. К концу XIX века в Пскове работало 55 фабрик и заводов. 2 марта 1917 года на станции Псков император Николай II подписал манифест об отречении от престола. На левом берегу реки Великая стоит Спасо-Преображенский Мирожский Завелический монастырь, основанный в середине XII века. Он знаменит тем, что в его соборном храме сохранились фрески домонгольской эпохи. Река Великая имеет протяженность 430 километров. Начинается на Бижанецкой возвышенности и впадает в Псковское озеро, которое, в свою очередь, связано с Чудским, а оно по реке Нарва с Балтийским морем. Таким водным путем попадали когда-то в Псков многие купцы. Сейчас в Пскове проживает немногим более 200 тысяч человек. Город посещает большое количество туристов, и здесь действительно есть на что посмотреть. Как-нибудь обязательно еще раз приедем, чтобы основательно узнать город. Погуляв по вечернему центру Пскова, мы поехали в район Любятова, где на эти дни располагался наш временный дом. В следующем выпуске путешественники побывают в Печорском монастыре и Изборской крепости. Продолжение следует...